Меня зовут Рик Реннер. Я нахожусь на Новодевичьем кладбище в Москве. Невероятное место, где вы можете буквально погрузиться в историю России. Ученые, генералы, политики, художники, композиторы, музыканты. Здесь похоронены знаменитые люди. Здесь покоится история. Бронзовые памятники, монументы, гранитные надгробия, длинная вереница имен знаменитых, легендарных личностей, которые оставили след в истории России. Удивительное место. Проходя между этих надгробий, я восхищаюсь красотой из вояний. Но я также задаюсь вопросом, где все эти люди сейчас? Вечность реальна. Мы знаем, где их тела, их останки здесь. Но после смерти человеческий дух отправляется в другое место. И Библия учит, что мы попадаем либо на небеса, либо в ад. И, конечно, я хотел бы знать, где сейчас эти люди. Подумайте о своих близких. Если они умрут сегодня, куда отправятся они? Я знаю, что нам не очень нравится думать об аде, но Библия ясно учит, что ад существует. И если мы любим людей, любим родственников, друзей, то мы должны сделать все возможное, чтобы спасти погибающих и позаботиться об умирающих. Мы хотим, чтобы у них все было хорошо в этой жизни. Но важнее всего, чтобы у них было все хорошо в вечности. Мы желаем, чтобы они были с Господом, чтобы они пошли на небеса. Изучая Новый Завет, в частности, Книгу Деяний, мы видим в верующих страстное желание спасать души. Они непрестанно проповедовали Евангелие, часто рискуя собственной жизнью, потому что были убеждены, что должны рассказать погибающему миру благую весть об Иисусе Христе. Если мы с вами хотим быть победителями, успешными христианами, мы также должны гореть желанием спасать души. Но что в Библии говорится о вечности? Что происходит, когда люди умирают? Почему нам нужно стремиться спасать души? Библия говорит, мудрый привлекает души. Мы должны знать, что в Писании сказано о приобретении душ для Христа. Об этом я хочу поговорить с вами сегодня. Добро пожаловать на сегодняшнюю программу с Риком Реннером. У пастора Рика есть для вас послание, которое вдохновит вас, укрепит и снарядит важными знаниями и глубоким пониманием Божьего Слова. Добро пожаловать! Я очень рад, что вы присоединились ко мне, потому что сегодня мы начинаем новую серию программ под названием «Десять принципов сильного верующего». Мы поговорим о десяти компонентах, которые нужны каждому христианину, включая вас, чтобы быть сильным верующим, как это задумал Бог. Это будет очень полезно. Как я сказал во вступительной части, сегодня мы поговорим о желании спасать души. Это первый компонент. Досмотрите эту передачу до конца, потому что это очень важная тема. Я предлагаю вам цикл аудиопрограммы с 15 частей под названием «Десять принципов сильного верующего», которые основаны на этих передачах. Аудиопрограммы сопровождаются прекрасным учебным пособием, содержащим греческие слова, определения, тезисы, принципы, «Все, чему я учу в этих передачах», и он полезен для личного изучения и для изучения в группе или с другом. Замечательный материал для практического применения. Анотация гласит, «Десять составляющих, которые сделают вашу жизнь сильнее». Для приготовления пирога вам понадобятся конкретные базовые ингредиенты. Если одного из них не будет, вся работа пойдет прахом. Подобным образом требуется десять духовных составляющих, шагов, чтобы сделать вашу жизнь сильнее. Что это за компоненты? В этой серии Рик Реннер рассказывает о десяти важных составляющих, которые необходимы, чтобы вы стали сильным христианином. Каким вас задумал Бог? Если какой-либо из этих компонентов отсутствует, ваша духовная жизнь станет провалом. В своих наполненных сил и уроках пасторик расскажет о десяти главных компонентах, которые укрепят вашу жизнь согласно замыслу Бога. Далее приводится список этих десяти составляющих. Отличный и полезный аудиоцикл, и я рекомендую вам скачать его бесплатно. Также мы предлагаем вам подписаться на мои ежедневные видео ободрения. Полторы минуты из драгоценных истин на каждый день, способные изменить вашу жизнь, которые помогут вам глубже понимать Божье Слово. Эти видео можно смотреть каждый день. Они короткие, в них простым и понятным языком объяснено значение более тысячи греческих слов из Нового Завета. Получите обилие духовной пищи, утвердитесь в истине, обновите свое мышление, по-новому взглянув на многие стихи в Библии. Мои друзья оставили свои отзывы. Например, Пэт Робертсон сказал, «Видео ободрение содержит информацию, которая будет полезной для каждого верующего». Джойс Майер написала, «Дистины, о которых говорит Рик Реннер, подобны граням драгоценных камней. Они совершенно по-новому отражают свет Божьего Слова». Мэрилин Хикки говорит, «Рик излагает свои мысли именно так, как я люблю. Практические советы и откровения, которые изменяют жизнь. Это скрупулезное изучение греческого текста Нового Завета, очень значимый материал и настоящее сокровище». Не упустите возможность следовать за Богом и познавать Его ближе каждый день. Я делюсь драгоценными истинами из греческого языка, зачитываю своих книг, содержащих исследования, более тысячи слов. Я глубоко убежден, что драгоценные истины будут полезны для вашего духовного роста, помогут вам подняться на новую ступень и утвердиться на добром основании. Подпишитесь на рассылку «Драгоценные истины» из греческого языка на нашем сайте. Теперь давайте вернемся к учению «10 принципов сильного верующего». Сегодня мы поговорим о страсти к спасению душ. Когда мне было 12, отец сказал мне «Рик, тебе пора устроиться на работу». «Свои 12 лет». Я не знал, как это делается. И отец посоветовал «Сходи на кладбище и скажи, что ты можешь стричь газоны». Так я и сделал. Я предложил свои услуги, и меня взяли на работу. И я стал трудиться в окружении мертвецов. Я помогал рыть могилы, хоронить усопших. Я подстригал траву, ухаживал за надгробиями. Пять раз в неделю после школьных уроков. Я приходил на кладбище и работал среди могил. Этот опыт оказал огромное влияние на мою жизнь. Так сформировалось мое представление о вечном. Родя, среди многочисленных надгробий, я размышлял о том, где сейчас все эти люди. И тогда я осознал, что вечность реальна. А когда люди умирают, они не остаются лежать в могиле, но отправляются куда-то. За гранью смерти есть вечность. И нам следует задуматься о вечной судьбе, ожидающей всех людей. Об этом я и хочу поговорить с вами сегодня. О желании спасать души. У Иисуса было это желание. Он отдал свою жизнь за нас. Поэтому мы с вами сегодня спасены. Иисус горел желанием спасать души людей. Перед тем, как уйти, Господь дал нам великое поручение. Оно записано в Евангелии от Матфея 28, 19 и 20. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, учая их соблюдать все, что я повелел вам. Исе, я с вами во все дни до скончания века. Многим нравится то, что написано в конце. Исе, я с вами во все дни до скончания века. Но они относятся только к тем людям, кто выполняет сказанное в начале, а именно идите. В греческом тексте форма глагола имеет такой смысл. Идите и не останавливайтесь. Иисус говорит не об одном коротком миссионерском путешествии. Речь идет не о том, чтобы сходить в церковь один или два раза за всю жизнь. Иисус говорит о страстном желании спасать души с таким посвящением, что вы должны идти, 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 не останавливаться. И я прочитаю своих заметок. Это повеление идти и не останавливаться, чтобы достигать людей, которые никогда не слышали Евангелие. Наш долг выполнить это поручение. Идти без остановки, спасая погибающих. И всякий раз, когда вы будете делиться благой вестью, появится Божья сила. Где нет благовестия, там сила Бога не будет действовать. Давайте снова прочитаем великое поручение полностью. Евангелие от Матфея 28, 19, 20. Послушайте эти два стиха. Он сказал, «Итак, идите». Теперь мы знаем, что Он велел идти и не останавливаться, идти без остановки. «Научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Остановимся здесь на минуту. Иисус не сказал, «Идите по возможности к разным народам, когда придете, постарайтесь крестить хотя бы несколько людей». Он велел, «Идите, научите все народы, а потом крестя их». Местоимение их говорит не об отдельных нескольких людях, но относится к фразе «все народы». Вот каким сильным должно быть наше посвящение в достижении людей. «Мы не призваны спасать лишь небольшие горстки представителей народов». Иисус велел крестить их, то есть целые народы, во имя Отца и Сына и Святого Духа. И далее, «Уча их соблюдать все, что я повелел вам, и Се. Я с вами во все дни до скончания века». Слово «се» в переводе с греческого означает «смотрите». Его довольно трудно перевести. Оно имеет сильный эмоциональный оттенок и говорит о удивлении, изумлении говорящего. И Иисус был изумлен тем, что он собирается пообещать. И Се. На самом деле это удивительно. Если вы исполните то, что я вам только что повелел, я буду с вами всегда, даже до скончания века. Это обетование силы, которое будет сопровождать тех, кто пойдет. Это обещание не для всех, но только для тех, кто исполнит первую часть стиха, где Иисус говорит «Идите по всему миру и не останавливайтесь ни перед чем». И если вы пойдете и будете вовсеместно спасать погибающих, если у вас будет гореть желание спасать души людей, то, как удивительно бы это ни звучало, «Я буду с вами всегда». Это обетование божественной силы тем, в ком горит желание спасать души, кто стремится достигать погибающий мир. Вот о чем говорится в Великом Поручении в Евангелии от Матфея 28, 19-20. Ранние христиане верили в Евангелие и поэтому шли, буквально по всему миру, неся благою весть об Иисусе Христе. Поэтому они видели сверхъестественное действие Божьей силы и возрастали в вере. Таким было обетование Иисуса. «Если вы пойдете, то все... «И вот, я буду с вами всегда». Иисус сказал, что когда мы идем, Он с нами. Он обещает божественную силу. В ранней христианской церкви Божья сила действовала постоянно. В книге Деяний 2, 47 написано, «Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви». Они сверхъестественным образом возрастали в числе, потому что шли и переживали действия сверхъестественной Божьей силы. Христос изменил их жизнь, и они не стыдились проповедовать о Нем другим людям. «Нигде я не апостол, от ее начала и до конца». Говорится о том, что когда верующие делились вестью о Христе, их проповедь неизменно приносила чудесный результат. Божья сила всегда сопровождала благовестие. Проповедь о Христе всегда приносит больше божественной силы церкви, чем что-либо еще. Так чудесно, что мы можем говорить и учить о силе Божьей. Но что же заставляет эту силу действовать? Что вызвобождает ее? Проповедь Евангелия неверующим. Об этом пишет Павел в послании к Римлянам 1, 16. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божья к спасению всякому верующему». А что означают эти слова? Во-первых, Павел говорит «я не стыжусь». Слово «стыдиться» в греческом имеет значение испытывать чувство стыда или позора. Оно может описывать человека смущенного. И означает, что человек покраснел от стыда. Говоря так, Павел сообщает «я не краснею, мне не стыдно, мне нечего стыдиться». Я совершенно не стыжусь Евангелия. А почему? «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно, оно, Евангелие, есть сила Божья к спасению всякому верующему». Слово «сила» — греческое слово «дунамис». В Древней Греции описывало военную мощь надвигающейся армии. Это значит, что наша проповедь Евангелия высвобождает силу Бога, которая начинает действовать как никогда раньше. Подобно огромному войску, она внезапно надвигается, когда мы проповедуем Евангелие и несем благую весть. И Павел пишет, что «это — сила Божья ко спасению». Слово «спасение», по-гречески «содзо», означает «спасение» или «освобождение» на всех уровнях. Итак, Евангелие приносит освобождение, исцеление, защиту. Оно высвобождает силу Божью ко спасению. Это освобождающее, защищающее, исцеляющее, великая сила для каждого, кто верит. В греческом языке стоит продолженная глагольная форма «верует», то есть верует постоянно. Но часто христиане стесняются проповедовать Евангелие. А чего тут стыдиться? Возможно, вам приходилось смущаться, краснеть, и вы не пользовались возможностью проповедовать Евангелие соседям, коллегам, друзьям, родственникам. Почему люди стыдятся благовестия? Меня это всегда удивляло. Ведь вы молитесь о том, чтобы сила Божья пришла, а в этом стихе ясно сказано, что благовестие высвобождает всю мощь небесных войн и задействует великую силу. Невероятно. Благовестие сопровождается силой освобождения, исцелением, защитой на всех уровнях. Когда мы проповедуем Евангелие, рассказываем о Христе неверующим, то сила небес высвобождается среди нас. Зачем же этого стыдиться? Вот какие причины мы находим. Люди не готовы, не обучены. Люди боятся возможной ответной негативной реакции, боятся, что их отвергнут, или они не крещены Святым Духом, потому что, согласно книге Деяний 8.1, крещение Святым Духом наделяет силой свидетельствовать. Если вы не крещены Святым Духом, вы можете принять крещение Святым Духом сегодня. Если вы не знаете, как это сделать, позвоните в наш офис, и мы помолимся за вас о принятии и крещении Святым Духом. И вы примете силу, чтобы дать свидетелям Иисуса Христа, до желания спасать души. Благовестие и проповедь Евангелия освобождают силу Божью. До кого обетование Иисуса в Евангелии от Матфея 28.20, где Он сказал, «И все, если вы выполните это, если пойдете, если не остановитесь, если будете проповедовать Евангелие, учить людей, и все...» Буквально это переводится, «Вот это да! Я с вами во все дни, до скончания века». Первых христиан сопровождали чудеса, знамения. Но не благодаря их вере в сверхъестественное, их действия порождали высвобождение особой силы. Какие именно действия, пробоведь Евангелие? Вы понимаете, насколько это важно? С практической точки зрения в том числе. Ведь люди идут в ад. Это факт. Некоторым это не нравится, но Библия учит, что ад реально существует. В каждом человеке от рождения есть частица грехованной природы. Спасение нужно всем. Мы — вечные существа, созданные для вечности. И после смерти предстоит отправиться куда-то. Я хорошо это понял еще в детстве, когда работал на кладбище, пять дней в неделю после учебы. Я работал среди мертвых, хранил умерших, ухаживал за могилами. Я видел могилы каждый день. И это зрелище сильно повлияло на мое мировоззрение. Я понял, что люди на самом деле не лежат в гробах. Они уходят куда-то. Ходя среди могил, я каждый день размышлял над тем, где сейчас эти люди. И если они не здесь, то где же? Мы — вечные существа с вечной судьбой. После смерти люди отправляются куда-то. Основным признаком силы у церкви или у верующего является сильная любовь к людям, побуждающая проповедовать Евангелие. Лично я верю в следующее. Вам это может не понравиться, но я всегда честен с вами. Большинство христиан на самом деле не верят в это. Или верят в него лишь в теории. Они могут воспринимать ад на уровне доктрины, символа веры, но их дела свидетельствуют об обратном. В ад они не верят по-настоящему. Ведь если человек верит в то, что ад существует, он не будет бездействовать. Если у него есть неспасенный член семьи, родственник, и согласно Библии, этот родственник после смерти отправится в ад, то нужно что-то сделать, что-то предпринять. Вероятно, вы каждый день работаете рядом с кем-то, кто еще не получил спасение. И вы понимаете, что Библия говорит, что если он умрет в грехах, то пойдет в ад. Вы не можете бездействовать. Большинство христиан, чисто технически, теологически, доктринально и интеллектуально верят в ад, но в своем сердце они так и не осознали его реальность. Поэтому они ничего не делают. Возможно, они иногда приглашают людей в церковь, упоминают в разговоре, что есть Бог, но вы должны понимать, что ваши коллеги или родственники, с которыми вы общаетесь, однажды уйдут в вечность, и больше не будет пути назад. Это навсегда, и это очень серьезно. Я убежден, что большинство искренних верующих ни разу не получали откровения об аде. Иначе они совсем по-другому относились бы к неверующим и горели бы желанием спасать души. Они молились бы о спасении людей, рассказывали бы об Иисусе всем, не боясь негативной реакции. Их любовь к неверующим людям была бы превыше страха за собственную репутацию. Если христианин получил откровение об аде, но ничего по этому поводу не делает, то возможны два варианта. Послушайте внимательно. Если получивший откровение об аде христианин не зажигает свет во тьме, не рассказывает о Христе, а его спасительной силе неверующим, если христианин все это знает, но бездействует, он либо на самом деле не верит в эту истину, либо является самым нелюбящим человеком на земле. Знать, ничего не делать, это абсолютно немыслимо. И за это придется дать Богу ответ. И об этом очень ясно сказано в книге Езекииля, в 3 главе, в 18 и 19 стихах, где Бог говорит, «Когда я скажу беззаконник, смертью умрешь, а ты не будешь разумлять его и говорить, чтобы остеречь беззаконника от беззаконного пути его, чтобы он был жив, то беззаконник тот умрет в беззаконии своем, и я взыщу кровь его от рук твоих». Это слава Богу. Но если ты вразумлял беззаконника, а он не обратился от беззакония своего, и от беззаконного пути своего, то он умрет в беззаконии своем, а ты спас душу свою. Это означает, если мы не будем благовестовать тому, кого Бог привел в нашу жизнь, если мы не будем проповедовать Евангелие тем, кто не верит, Бог спросит с нас за то, что мы не делились благою вестью, которая могла бы спасти этого человека от вечной участи в аду. Если мы расскажем истину, то это избавит нас от ответственности перед Богом. В противном случае, говорится в этом стихе, кровь этого человека будет на наших руках. Многим это неприятно слышать, но так написано в Библии. И нужно четко понимать, мы спасены, и нам дана ответственность вразумлять беззаконника, говорит неверующим, как примириться с Богом. Мои слова могут показаться жесткими, но именно так учат писания. Ад существует. В ранней церкви твердо верили в его реальность, зная, что, если люди не совершат покаяние, не уверуют в Христа, то после смерти они пойдут в ад. Это убеждение было настолько сильным, что христиане проповедовали Евангелие по всей земле, выводя людей из тьмы неверия, ведь в них горело желание спасать души. Мы только начинаем. Завтра мы продолжим нашу программу. Эта передача подошла к концу, я скоро вернусь и помолюсь за вас. Чтобы испечь пирог, вам потребуются конкретные ингредиенты, и когда все необходимое замешано правильно, вы получите желаемый вкус. Но если упустить хоть один ингредиент, то все может закончиться печально. Также и в жизни для каждого из нас важны духовные составляющие, для жизни в непоколебимой и твердой вере. В серии учения «10 принципов сильного верующего» Рик Реннер освещает 10 качеств, необходимых для каждого утвержденного верующего. Скачайте бесплатно цикл аудиопрограмм «10 принципов сильного верующего» на нашем сайте ignc.org. Это учение поможет вам усовершенствовать свою молитвенную жизнь, научиться ходить в святости и применять духовную власть, данную вам Богом. Также подпишитесь на ежедневные видео ободрения драгоценной истины из греческого языка. В них Рик Реннер раскрывает бесценные сокровища, которые хранит Божье Слово, и учит нас жить бескомпромиссной жизнью веры в личном общении с Богом. Полторы минуты из драгоценных истин на каждый день способны изменить вашу жизнь. Просматривая драгоценной истины вы найдете глубокий анализ более тысячи греческих слов. Это вдохновит и утвердит вас на пути познания того, что Бог приготовил для вашей жизни. Подпишитесь на ежедневные видео ободрения драгоценной истины из греческого языка. Эти уникальные инструменты для исследования Писания расширят ваше понимание библейских истин. Изучая подлинные значения слов из Нового Завета, вы обретете настоящие сокровища, содержащиеся в Божьем Слове. Не пропустите эту возможность подписаться на ежедневные видео ободрения «Драгоценные истины из греческого языка» на сайте ignc.org. Здравствуйте, меня зовут Джо Лу Реннер. Я хочу поблагодарить всех партнеров нашего служения. Ваша поддержка помогает восстанавливать жизнь людей, находящихся в зависимости. Во всему миру мы наблюдаем эпидемию наркомании. Возможно, вы тоже знаете кого-то, находящихся в плену алкогольной или наркотической зависимости. Человеку очень нелегко выбраться из порочного круга зависимости. Благодаря щедрым пожертвованиям наших партнеров мы поддерживаем работу нескольких христианских реабилитационных центров, где людям помогают восстанавливаться на работе. Предоставляется медицинская помощь. Благодаря вашим пожертвованиям мы видим, как выздоравливают больные гепатитом С, восстанавливаются разрушенные семьи и отношения. А те, кто был в плену зависимости от наркотических веществ, получают свободу и возвращаются к нормальной жизни. Все это стало возможным только при поддержке наших драгоценных партнеров. Но все еще так много людей нуждаются в нашей помощи. Прямо сейчас вы можете помочь ребенку вновь обрести своего отца или матери увидеть возвращение своего блудного сына. Ваши пожертвования совершают великие дела, ведь эти люди так нуждаются в вашей помощи. Свяжитесь с нами, зайдя на сайт IGNC.org. С вашей поддержкой мы можем внести значимые перемены в жизни многих людей. Сегодня мы поговорили о желании спасать души. Мы должны понимать, что окружающие нас люди — духовные личности. И после смерти им предстоит отправиться куда-то. И Библия ясно говорит, нам дана ответственность от Бога рассказывать неверующим истинам, предупреждать об опасности беззаконных путей, делиться благой вестью о том, что Иисус спасает, что они могут избежать вечности в аду. В следующей программе мы поговорим, что в Новом Завете говорится о баде. Узнав об этом, вы захотите спасать людей, желание спасать души. Важный компонент, который должен быть в вашей жизни, ведь Бог хочет, чтобы вы были сильным верующим. Я предлагаю вам цикл аудиопрограмм, который называется «Десять принципов сильного верующего». Здесь я говорю о десяти составляющих, которые необходимо, чтобы быть верующим, живущим в победе, таким, каким Бог предназначил вам быть. Вам это будет полезно. Также мы предлагаем вам подписаться на мои ежедневные видео ободрения. Я делюсь драгоценными истинами из греческого языка, зачитываю своих книг, содержащих исследования более тысячи слов, полторы минуты из драгоценных истин на каждый день. Не упустите возможность следовать за Богом, и познавать Его ближе каждый день. Позвольте помолиться за вас. Отец Небесный, благодарим Тебя. Ты хочешь, чтобы мы имели желание спасать души. Господь, Ты не хочешь, чтобы наши сердца были холодными по отношению к окружающим нас неспасенным людям. Нам нужно откровение о спасающей силе Евангелия. Нам также нужно откровение о Баде. Господь, мы хотим увидеть истинную и понять, в каком ужасном положении находятся люди вокруг нас. Помоги нам любить их настолько, чтобы рассказывать им истину, что Христос спасает. Во имя Иисуса. Спасибо, что были со мной и помните, что говорится в книге Колесиаса 184, где слово «Царя» там власть, и пусть сила Слова Божьего действует в вашей жизни сегодня. Увидимся в следующей программе. Спасибо, что были сегодня с нами. Чтобы получить дополнительную информацию о служении Рика Реннера и материалах служения, посетите сайт ignc.org или свяжитесь с нами в социальных сетях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин